В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В детской школе искусств города Видное состоялась встреча с населением в формате выездной администрации. Постоянно, как бывают эти встречи, так я всегда прихожу. В Ленинском округе отпраздновали Международный день бокса. Бокс – это очень функциональный, серьезный, сложный вид спорта. В Центральном парке города Видное состоялось развлекательное мероприятие «Эко-библиофест». Библиотека уже давно обращает внимание на работу по экологическому воспитанию. В детской школе искусств города Видное состоялась встреча с населением в формате выездной администрации. На вопросы жители отвечали представители коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. Начальники управлений, глава Ленинского городского округа Станислав Катров и его заместители. Вопросы транспортного сообщения, организация парковочных мест, благоустройство придомовых территорий и ремонт дорожного покрытия. С этими и многими другими вопросами обращались жители к представителям администрации муниципалитета во время очередного открытого диалога. Все вопросы были взяты в работу. Около наших домов находится маленький магазинчик, который проголосоченно торгует с продуктными напитками. Он производит продажу ночью, поэтому приезжают большие машины, маленькие машины на веселе, кричит музыка. И люди, естественно, просыпаются, и это доставляет большие недовольствия. Также во дворе наших домов только недавно была установлена детская площадка по губернаторской программе, которая подразумевает установку камеры безопасного региона. Тоже мы обратились, чтобы этот вопрос поставить на контроль. Установить въезд в наши дворы знак жилой зоны, потому что очень много грузового транспорта, который проезжает к нам, нам сказали, что давайте начнем с установки знаков. Большинство обращений поступило к главе Ленинского городского округа. Председатель дома номер два в поселке Дрожжино приехала специально к Станиславу Катарову, чтобы решить вопрос с капитальным ремонтом. Мы обращались к главе, что у нас уже пять лет, как прошло после капремонта. Хотелось бы обновить, что нам капремонт все-таки не доделал. Вернее, даже у нас не было капремонта. У нас были просто бюджетированные деньги с района. И поэтому хотим, чтобы нам все-таки доделал капремонт, и глава нам помог с этим. Сейчас мы будем тогда тоже продолжать вопросы задавать по поводу финансирования на эти подъезды, потому что раньше выделяли софинансирование. И управляющие компании, так как у них была часть от области, они должны были довложить свою большую часть и сделать. Но не сделать не могли. А сейчас, так как финансирования нет, они всячески не хотят это делать. Мы их заставляем. Но, соответственно, по подъезду, я понял, мы тогда отдельно, а вот по балконам и по переходным дверям сейчас муху скажу. Для многих людей такой формат встреч стал привычным и удобным. Жительница Видного Галина Вороневич отмечает, что старается не пропускать ни одной выездной администрации в городе. Постоянно, как бывают эти встречи, так я всегда прихожу. Мне нравится, что любые вопросы, можно подойти к любому специалисту и решить вопросы. А те, кто впервые посетил мероприятие, остались довольны эффективностью и быстротой решения вопросов. Первый раз на данном формате встреч. Приехал сам увидеть вживую, посмотреть и пообщаться. Встретил много лиц, знакомых. Для меня этот удобный формат. Для удобства населения выездные администрации проходят еженедельно и на всей территории округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Глава Ленинского округа Станислав Катаров провел совещание с руководителями котельных в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Наряду с традиционными мероприятиями по обслуживанию систем котельных особое внимание уделяется и подготовке к аварийным ситуациям. На ранее проведенной встрече Станислава Катарова с руководителями ресурсоснабжающих организаций было принято решение о закупке дополнительных генераторов без перебойного питания специально для аварийных случаев. Последние месяцы данный вопрос тщательно прорабатывался с каждой котельной и уже сейчас пришло время подводить итоги. В рамках подготовки к сезону отопления для руководителей ресурсоснабжающих служб и социальных учреждений также проводятся тренировки по предотвращению аварий. До конца августа завершатся планово-предупредительные работы на всех объектах. 27 августа в Ленинском округе отпраздновали Международный день бокса. В честь праздника для всех желающих был организован мастер-класс по этому виду спорта. Как прошла тренировка узнала Инга Янчук. В Международный день бокса в Ленинском округе по инициативе молодой гвардии «Единая Россия» и городского центра спорта прошел мастер-класс по боксу среди начинающих и состоявшихся спортсменов. А началось мероприятие, конечно, с разминки. Бокс – это очень функциональный, серьезный и сложный вид спорта, который позволяет развить не только качество, как силу и, скажем так, способности к самозащите, но это еще и очень серьезно готовит функциональный человек, его выносливость, его силу воли. В Центральном парке каждый смог попробовать свои силы в этом виде единоборств. Тренировка включила в себя разминку, отработку комбинаций и спарринги. Ребята сегодня наши провели такую базовую тренировку, базовые навыки показали для зрителей, для гостей. То есть все основные навыки бокса, скажем так, единоборства сегодня демонстрировали. Спортсивное направление, а не обязательно это единоборство, это в первую очередь уверенность в себе. То есть человек, который занимается спортом, владеет своим телом, он намного увереннее себя чувствует в принципе в обществе, где ему не находился. Тренировка получилась плодотворной и запоминающейся. Спорт в Ленинском округе позволяет не только развить тело, но и найти единомышленников. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. В Подмосковье началась ежегодная осенняя кампания по вакцинации от гриппа. Все поликлиники уже получили партии современной надежной отечественной вакцины. В этом году планируется привить от гриппа порядка 4,5 миллионов жителей региона, включая 1 миллион детей. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Записаться к доктору на прием можно на портале госуслуг в графе «Здоровье» по номеру телефона 122, а также через чат-бот «Денис» в Телеграме. Напоминаем о важности вакцинации. Позаботьтесь о своем здоровье. В Центральном парке города Видное состоялось развлекательное мероприятие «Эко-библиофест». Культурную программу, посвященную экологии, подготовили библиотеки Ленинского городского округа. Что интересного было на этом фестивале, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Уже во второй раз сотрудники библиотек округа в Центральном парке организовали праздник «Эко-библиофест». Этим мероприятием они стараются привлечь внимание людей к вопросам экологии в нашем муниципалитете и в стране в целом. Примечательно, что сами работники учреждений и читатели принимают активное участие в сохранении природы. Библиотека уже давно обращает внимание на работу по экологическому воспитанию. И надо сказать, что в этом нам помогает наша администрация, потому что определенные средства выделяются на проведение всевозможных экологических мероприятий. Библиотеки ведут не только просветительскую работу, они ведут и практическую работу. В частности, библиотека Новодорожжино два раза в сезон выходит в свой бутовский лес для того, чтобы очистить его от мусора. Вот такие экологические десанты. То же самое происходит в библиотеках Горок Ленинских, Развилки и других. Специально для фестиваля подготовили творческие мастер-классы, увлекательные квесты, выставки, веселые настольные игры и многое другое. А самое главное, что вся эта развлекательная программа была посвящена именно экологической теме. Мы сегодня представляем мастер-класс, который называется «Мягкий барашек». Все, которые люди хотят к нам подойти, могут сделать из экологических материалов. Это вата, бумага. Могут сделать такое вот милое животное. Вот, например, Александра Зайцева вместе с дочерью Ариной Гурбановой приняли участие в дефиле на тему «Цветочная фантазия». О нем они узнали случайно и, не раздумывая, согласились так необычно провести свободное время. Костюм сшили на скорую руку из подручных материалов. У нас ободок был подарен нам. Кто-то привез с юга. Это тюль у нас, остаток от костюма огурца. Мы его сшили на осенний праздник. Это у нас ремешок из... Это была у нас чешуя дракона. Мы делали на конкурс, кстати, в библиотеку тоже, когда был год дракона. Кроме этого, на экологическом фестивале наградили читателей и сотрудников библиотек за то, что они активно принимали участие в сохранении нашей природы. Юлия Стаферова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Совсем скоро Ленинский городской округ отметит юбилей 95 лет. В преддверии этого события в разных частях муниципалитета проходят праздничные мероприятия. День поселка отметили в горках ленинских. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Продолжается череда дней поселков на территории муниципалитета. Финальным аккордом станет День Ленинского городского округа в сентябре. А на этот раз праздник состоялся в горках ленинских. Конечно, Ленинский городской округ совсем молодой, но его история идет далеко. И не важно, как он называется. Главное, вот те люди, те отношения, которые сохранились внутри этого территориального образования, в которые входят наши горки ленинские. Гостей мероприятия ждали мастер-классы, развлекательная программа и концерт с участием творческих коллективов досугового центра «Юность». Пришедшие на концерт жители поздравляли друг друга с праздником и признавались в любви к своему поселку. В нашем поселении проживают самые добрые люди. Проживают добродушные, очень успешные люди, которыми гордится наша страна, не только наша малая родина. Также я люблю наше поселение за его прекрасную природу. И действительно, праздник проходил на территории музея-заповедника горки Ленинские, который славится своими живописными лесами и является любимым местом отдыха не только жителей поселка, но и его гостей. Главным событием дня стало большое выступление оркестра русских народных инструментов имени Владимира Глейхмана, которое никого не оставило равнодушным. Дмитрий Книга, Елена Замятнина, Евгений Бех, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова